Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Сегодня я хочу показать вам одну из своих тренировок на грудные мышцы. Буду прокачивать гликолитические мышечные волокна и начну, естественно, после общей разминки, после специальной разминки, с упражнения, которое является лучшим для грудных мышц. Это брусья. Да, друзья, кто бы что вам не говорил, и что бы вы не думали, брусья – это единственное упражнение на грудные мышцы, которое включает их целиком и полностью. И, используя брусья, вы накачаете более мощные грудные мышцы, чем ежели будете использовать только жим штанги лёжа. Об этом я уже говорил. После разминки одеваю на себя специальный пояс для того, чтобы использовать дополнительное отягощение, так как могу отжиматься гораздо много повторений, а нам нужно всё-таки укладываться в 8-12 в тренировку на гликолитические волокна. Поэтому приходится использовать дополнительный вес. Очень шикарный пояс у меня, который не давит, нигде ничего не пережимает. Потихонечку, подходик за подходиком, дополняю вес блинами. Что самое главное в данном упражнении, да и в принципе в любом другом? Научитесь выполнять движение, напрягая целевую мышечную группу, до того, как начнёте делать упражнение. В данном случае, опускаясь вниз, и перед тем, как отжаться от брусьев, я напрягаю грудные мышцы, чувствуя тем самым, что выполняю движение именно за счёт напряжения грудных мышц. Вес висит и давит как бы спереди, поэтому наклоняться мне легче. А вы знаете, что когда мы хотим прокачать грудные мышцы, нам нужно максимально по возможности наклониться вперёд и при этом разводить локти в стороны. Это действительно сложно, но если вы будете использовать всё то, что я вам рекомендую, вы будете чувствовать, как работают ваши грудные мышцы. Снизу до верху. Это лучшее упражнение на подрез грудных мышц. Никогда не используйте жимы вниз головой. И так давление возникает очень серьёзное. А если вы ещё и лежите вниз головой, кровь и так ещё больше приливает к голове, к черепной коробке. Это нехорошо для внутричерепного давления. Заключительный подход и выкладываюсь по максимуму до того момента, как не чувствую, что следующий подход не смогу сделать. После брусьев я перехожу к наклонному жиму гантели. Здесь мне уже не нужен разминочный подход, так как грудные мышцы поработали. Единственное, можно сделать один въезжающий подход, просто чтобы вспомнить технику, если кому нужно. И снова работаю на 8-12 повторений, но таким образом, чтобы дойти до отказа. То есть, если я почувствовал, что следующее повторение я не смогу сделать, в идеальной технике я его не делаю. Вот это грамотная работа до мышечного отказа, которая будет давать и рост массы, и не будет тормозить рост силы. А мы знаем, сила очень важна для натурального атлета. Третьим упражнением я сделаю бэк-дэк. И снова выставляю максимальный вес, медленно развожу руки в стороны, чувствуя растяжение грудных, и мощно свожу их перед собой. Почему я не рекомендую делать данное движение с гантелями? Хотя, считаю это одно из лучших движений. Все по той простой причине, что нужен реально большой вес, а реально большие веса могут и обязательно травмируют плечевой сустав. Нам это не нужно. Гораздо проще сделать данное движение изолированно в тренажере пэк-дэк. Тем более, что мы уже сделали два базовых движения со свободным весом. И брусья, и жим гантелей наклонный. И заключительным четвертым упражнением добью по максимуму отжиманиями на брусьях, но уже без веса. Чисто на панпинг. И здесь, друзья, уже можно и нужно поработать в отказ и даже за гранью его, потому что в работе с собственным весом это можно. И отказ здесь наступит после всей проделанной нами работы уже не из-за того, что мышцы не смогут выполнять движения, а будет просто сильнейшее закисление, сильнейшее сжение и боль в мышцах. То, что нам с вами и нужно. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Попробуйте данную тренировку и напишите в комментариях, какие у вас ощущения, какой у вас панп. Чувствуете ли вы накачку от подобной тренировки. Увидимся с вами, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Субтитры создавал DimaTorzok